Здравствуйте, я являюсь адвокатом Саратовской окружной коллегии адвокатов. Зовут меня Алиева Азалманна. 10 марта 2021 года ко мне обратились родственники Суханова, Сорокина и Трофимова Алика. Обратились они по тому поводу, что вышеуказанные осужденные были направлены в ФК ЛПО ОТБ-1 АУСИН по Саратовской области. Я хотела бы отметить один момент. Когда осужденные направлялись в ОТБ вне зависимости из какой-либо колонии, то всегда для людей это была для родственников трагедия. Потому что все знали, что осужденные, которые направляются в ОТБ, они будут или подвергнуты пыткам, или они будут подвергнуты физическому насилию. Когда родственники ко мне приехали в офис, они сказали, что нам нужно срочно, чтобы вы их посетили. 10 марта их вывезли. 11 я посетила ОТБ-1, но меня не допустили, хотя был четверг. Меня не допустили. Сказали, вот уже поздно, приезжайте завтра. Хотя это было около 4 часов дня. 12 марта была пятница. Была пятница, и я посетила где-то в послеобеденное время. Меня снова не пустили, указав на то, что сегодня санитарный день, посетить осужденных не получится. Тогда я стала требовать кого-то к себе из замов начальника, кто мог бы объяснить, прояснить ситуацию. Кроме Лапшиной, а это была зам главного врача Гаценко, никого не было на месте. То есть ко мне спустилась Лапшина и пояснила ситуацию, что сегодня санитарный день. Пока они не дадут разрешения говорить о своем здоровье, я вам о здоровье осужденных сказать ничего не могу, но могу сказать, что Суханов Александр вскрыл себе вены на руке. И я, учитывая, что вскрыты вены, как бы человеку сейчас нужна помощь, в субботу, в воскресенье я к нему не попаду. Я стала писать в прокуратуру по надзору, чтобы немедленно отреагировали на эту ситуацию. В последующем я столкнулась с тем, что я приехала... У меня получилось приехать только в понедельник, а это было 16 марта. Я вызвала всех осужденных к себе. То есть Трофимов и Сорокин показали, что у них все хорошо. Хотя по их глазам я понимала, что хорошего мало. То есть люди были замкнуты, люди были испуганы. Людям было много чего сказать, но они боялись. Озирались по сторонам и пытались, ну, как-то уходить от диалога. Самым последним ко мне вышел Суханов. Суханов, когда вышел, это видно на видео, которое я сняла, Суханов озирался по сторонам, боялся, при этом задавал вопрос, а вы мне сможете помочь? А вы гарантируете, что вы сможете обеспечить мне защиту? Мне пришлось гарантировать ему, что я буду защищать, я буду стараться, вы мне только расскажите. В итоге, в этот день, в понедельник, он мне ничего не рассказал. Получилось так, что он встал, и на видео все это зафиксировано. Он стал поднимать рубашку, стал поднимать штаны и показывать свои побои. Но Сух как-то побоялся мне все рассказать. И сказал, приходите завтра и желательно с прокурором. Придете с прокурором, я вам все расскажу. Когда я вышла из этого учреждения, я сразу позвонила на горячую линию прокурору. Я дозвонилась до Тарадина, да, у нас прокурор. Дозвонилась до него, сообщила о том, что осужденный Суханов избит. Сегодня он мне не дал никаких пояснений по данному факту, потому что он боится, потому что он еще находится среди этих людей. Поэтому я попросила его помощи, сказала, поедем вместе, пожалуйста. Ну, как бы, нужно выслушать человека, который оказался в такой плохой ситуации. На что прокурор по надзору мне обещал приехать. А на следующий день мы с ним договорились встретиться. Я приехала вовремя, прокурора не было. Мне пришлось зайти к Суханову. Я зашла к Суханову одна. Причем Суханов мне дал такие шокирующие информацию о том, что он был мало того, что избит, его привязали к кровати, над ним изымались, то, что с ним творили, это все очень ужасно. Сразу отмечу про насилование, то, что его изнасиловали, он не говорил. Я считаю, что многие не говорили об этом. То есть этот факт многие скрывали. Возможно, он и был изнасиловал, но, может быть, даже скрыл этот факт. Ну, это я так считаю. Ну, он рассказал, что над ним издевались, изымались. Он подвергался пыткам. В последующем он очень сильно боялся, просил защиты. И мы с ним все это записали. Прокурор, на самом деле, после моего звонка, что Суханова избили, что его пытали, пришел к Суханову сразу после моего визита. То есть мы договаривались, что с прокурором вместе зайдем, но я его не дождалась, зашла первой. И сразу после того, как я вышла, оказывается, зашел к нему прокурор. И это я уже узнала на следующий день от Суханова. И Суханов в полном объеме все рассказал. Все, что происходит на ОТБ-1, все, что с ним произошло. Но прокурор, это даже видно по видео, как Суханов говорит, он посмеялся, воспринял все это не всерьез и ушел. Да, он что-то там записывал, но все он воспринял не всерьез. То есть Суханов понимал, что прокуратура, по его заявлению, работать не намерена. То есть я когда-то я дошел, начал только раздавать. Он вообще не начал мне говорить, а ты знаешь, что я в даче, я в господину, в господин, в господин, в господин. Я, конечно, в ДК-64 думаю, все понимаю. Он мне было бы сейчас такой правильный, типа, значит, они посмотрели на меня, все раздевают. Я говорю, смысл мне, он думал. Я думаю, здесь меня просто ломает, он сказал, что я вот знакомик, он и какие вещи на него устраивает мне. Он мне, а может и билеты вот такие, в оборинку. Я говорю, ну, берите скорую, то есть, такими покоями. Когда я сюда приехал, брался личный, досмотрим мы, где я полностью на видеорегистратор, при задумке, там здесь, который есть, раздевался. И видно было, что на мне ни одного гидного стенда не было. Я полностью с рукой раздевал, когда область у меня где-то сидит. Это раз. Попрыгая, попрыгая, и по этапам бегал. Видеорегистратор, это логика, область. Полшит, снимали, что он на верху покоя. Это два. И вот он мне начал так говорить. Ну, если хочешь, там, просе, потраты. Знаешь, можно вообще 51-ю написать. И я написал, они там, не надо все это расписывать, говорят, вкратце, напиши, вот так, вот так, вот так. А уже предыдущий следователь. Там уже имя рассказали, что. Потом я вышел, то есть, они позвали сотрудника. Там начальник ООБ, о чем-то с ним там поговорили. Он вышел. Потом, когда пришел врач, они меня попросили выйти, о чем-то с ним поговорили, о чем-то. Куда врач я зашел, родился, я осмотрел меня, по-моему, там, на верху. То есть, они не снимали с меня по-моему, вот так, сидя к ней, это замка, ты меня продолжай, это, значит, один. А просто у меня, когда я сошел, запал на свою прямую. И потом пришел, и мне сказали, все, иди, иди, иди. То есть, я правильно понимаю, Александр, вы чувствовали, что, вы понимали, что прокурор действует не в ваших интересах, а в чьих интересах получается? Мне кажется, он интересен в одни цели, потому что, когда я давал, он им пишет, то, что ты напишешь, оказывается, идет. Кто во всем ваге, кто на официал, местных сотрудников отдал, говорит, отдайте здесь через, то есть, через местного, чтобы отручить. Не сами они забрали, а там. И знаете что, когда я выходил от прокурора, ослужили Шиян, Шиян и Людмевич, они прям в дедушки стояли, натушали. И когда я спустал, я вниз, я у меня за сотрудников, прям, там начальник ООБ, прям до окола, и быстро, 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 ушли, чтобы я их не увидел. Они стояли, считали, под дверь там, когда я там был. То есть, администрация их билет в дилет не дает, она дает, чтобы они слушали, а чем я говорю, как, и в моем мнении, что они дают тут, чтобы, ну, они знали, что предпринять потом, потому что люди здесь, фу, дали, а я так же говорить, как ели, и все. И а что они могут за них, как, пиши, вот так вот, и они будут писать, это страшно, потому что они угрожают, это силы, это изделение, и все, вот. И непонятные общие вещи происходят, и я сразу сомневался, почему я еще говорю, то есть что-то, какого-то, я сомневался, он мне корочки показал, а я просто внизу, как вы говорите, это не, это пиши, это не пиши, пиши быстрее, у нас нет времени, я только раньше писал, он говорит, на 9 уже, тысяча, какого-то, такие вещи мне говорили, я подала заявление о преступлении, вот, и еще раз посетила Суханова, вот, ЭБ-1, и он говорил, что мне казалось, что он уже попал под воздействие сотрудников, с ним провели определенную профилактическую беседу, относительно того, чтобы он не давал никаких показаний, он мялся, отрицал кое-какие-то факты, кое-какие факты, и мне следователь, который занимался этим делом, сказал, что он дал показания, по факту того, что являлся дезорганизатором, и был заслан для того, чтобы подготовить на ОТБ-1 бонд, это очень такая тяжелая ситуация, не только для Суханова, очень много людей сейчас пишут, обращаются, о фактах насилия, о фактах пыток, о фактах применения к ним всяких мер психологического, физического насилия. По поводу Суханова, я хотела вам сказать, мы просто пропустили этот момент, когда с Суханову я приехала 11 и даже 12 марта 2021 года, и ко мне спустилась зам главного врача Лапшина, и мы с ней обсуждали вопрос, по здоровью Суханова, в этот момент Суханов находился в... у них называется это отделение номер 8, то есть в этом отделении в палате номер 5 привязаны к кровати, то есть человек себе вскрыл вены, это не помешало этим садистам привязать его к кровати, причем зам главного врача по лечебной части спускается и дает мне, как бы последовательно говорит, да, он вскрыл себе вены, все меры медицинского характера ему оказаны, помощь ему оказана, чувствует себя удовлетворительно, все в принципе хорошо, но сегодня вас пропустить не можем, в силу того, что санитарный день, извините, а в этот момент он привязан, то есть пытки уже как бы проходят, понимаете, над Сухановым, и никто ему там, большой этой больнице, помочь не может. Но учитывая то, что у меня не такая большая практика работы адвокатом, за три года у меня было около десяти таких обращений, по трём реально, по трём людям я писала заявление, везде, во все инстанции, мы ничего в принципе не добились, еще были моменты, когда мне передавали, что не нужно так активно работать по осужденным, вы можете очень глубоко упасть, пропасть, и вообще не стоит так активно работать, что вам могут подкинуть наркотики, и вот такие вот вещи говорили, и передавали непосредственно от управления ОТБ-1, что вот вам передавали, чтобы вы так активно не работали по осужденным, не отстаивали их права. В настоящее время ко мне обратились более ста граждан, которые так или иначе были подвергнуты пыткам, насилию, ОТБ-1, несколько было летальных исходов, я думаю, что по фактам смерти, по факту причинения смерти, также будут заявления. Их, поверьте мне, люди, которые погибали, ОТБ-1, их ни один, ни два, их очень большое количество, это очень страшно. Я также хотела бы сказать о своей коллеге Сайпудиновой Сайхи, которая с 2010 года также отстаивала права заключенных, осужденных, которая боролась с этой системой, и у нее очень много отписок с 2010 года, и очень много людей, которые пострадали именно из числа ее подзащитных, ОТБ-1. В связи с ситуацией, которая сейчас происходит в Саратовской области, я хотела бы обратить внимание генерального прокурора Краснова, чтобы все заявления, которые подавались, они были рассмотрены в полном объеме, объективно, законно, обоснованно, чтобы все люди, которые причиняли пытки, насилие, произвол, они были наказаны. Их немало, их очень много. Также я прошу генерального прокурора Краснова обратить внимание и провести проверку по бездействию прокуратуры по надзору за осужденными в Саратовской области. Ведь все эти отписки как раз-таки из этого учреждения, где они говорят, что все хорошо, все прекрасно, никаких нарушений нет. И чтобы также лица, которые давали эти отписки, они понесли наказание.